может быть тебе дать еще ключ от квартиры где деньги лежат здорово-здорово все беседуете мы уже с вами разговаривали у нас получился но думаю со второго раза у нас получится мы так обычно со всеми получается разговор со второго раза ну давайте попробуем расскажите что-то своей стране давайте о своей стране расскажешь что-то интересное что вам интересно ну я просто не поймал что для вас интересно ну все вот площадка как вы живете как развивали как развивали как развивали так вот пяточки новые делаем вот дорожку делаем все понемногу все помаленьку война закончится будем отстраивать свою инфраструктуру вот это в городе тут там построить понимаете много дел будет больше после войны да а как думаете деньги откуда будут на вот это строительство я не откуда будут поэтому за вас не должно интересовать откуда они будут ну вы сказали задавайте вопросы я лучше а расскажите в своей стране как развиваете что новенького делаете а последнее время не сильно развиваемся ну помогаем всем вокруг да со многими не согласен ну вот вашей стране например со многим не согласен идет какой-то упадок небольшой цены повышаются проблемы возникают так секунда секунда да вы сказали только что упомянули помогаем вашей стране чем вы нашей стране помогаете вы только и рушите не помогаете вот прилеты были в киеве вот недавно с этим согласен с этим с урок так эта помощь была эта помощь ну благодаря нашей помощи так и происходит разрушение благодаря нашей помощи не не вашей нашей нашей помощи ну ваш я же говорю за вашим мы говоря вашей помощью где логика удивительная залогика прямая знаете чем сильнее сопротивление тем больше будет напряжение то есть пока мы будем помогать лучше становиться не будет что помогать что помогать я просто не могу понять что помогать ну вам помогать вашему государству деньгами оружием не очень смешно какими деньгами какими оружиями нам помогает деньгами долларами что-то миг вы меня затроллили немножко не ни в коем разе вы главный вопрос не хотите задать вы не можете задать главный вопрос поэтому вы запутались какой главный вопрос на какого вопрос намекаете типа просто не понимаешь я бы на ваш я бы на вашем месте задал вопрос а из какой страны вы из россии вы не таджикистан нет ну родом из таджикистана украина нет ну как я украиной буду украине помогать вы что россия нет тогда не знаю ну кто ваш главный помощник галантерейщик и кардинал кто кардинал а вы за америка я из америки из америки соединенные штаты если точнее вы уже врете уже из россии зачем вы врете сколько у вас время сейчас у нас сейчас 1141 у вас сколько 1041 но у вас очень светло соединена подождите а в каком городе в каком штате соединенные штаты нью-джерси восточное побережье вы не вообще серьезно без русла до между нью-йорком вашингтоном и филадельфии так вот городок расположен фрэнтон называется а сами видите откуда переехали в америку тогда что у меня сейчас какая-то не болится почему тогда у вас плох россии где а это не у меня тут у вас тут vpn vpn понятно подержите своего нет что-то но нет все равно вы не вызываете прям такого доверия к а я не прошу вашего доверия зачем мне ваше доверие вот для чего мне ваша доверия от своих чувствах говорю что не вызывайте меня доверия там я говорю что у меня просить не мне 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 все равно что я у вас вызываю вы меня спросили вы у меня спрашивать я вам отвечаю на вопросы какое доверие вызываю не вызываю знать это ваше дело слушать как хотите так и делать когда мати чем закончится это всё понимаете очень я думаю сядут все-таки за стол переговоров это не не думаю я просто в этом уверен все войны так заканчиваются. Для Украины ничем хорошим точно не закончится. Уже плохо. То есть для Украины это уже плохо. А будет только хуже. Ну потому что Украина мало того потеряла территории, потеряла людей, которые вряд ли уже вернутся. Не считая даже людей погибшими. Люди выехавшие уже не вернутся. То есть люди, которые поехали в Канаду, в Штаты, как кое-как зацепятся в Европе, они уже в Украину не вернутся. Это что значит? Это значит демографический кризис у вас. У вас депопуляция происходит. То есть у вас избавление от населения. Для чего я понятия не имею. Но происходит именно так. Правильно или нет? Понятно. Понял вас. Вы согласны или нет? Прошу вас. Посмотрим, увидим. Смотрите, мы можем говорить все что угодно, но время покажет. Время расставит на свои места. И время через... Вот как я всем говорю, например, пройдет несколько лет и мы все посмотрим, кто был прав, а кто был неправ. Ну так все. Слова же. Мы можем говорить все что угодно. Давайте вот я вам нарисовал ваше будущее. Теперь вы мне нарисуйте свое будущее. Как вы его представляете? Мне интересно. Мне кажется, смотрите, что будет. Наш президент Зеленский заберет все свои территории с 1991 года до 1991 года. Все, поставит на свои места. Это его территория? А потом все. Россия будет жить у себя. Россия будет Донецк, Луганск, Херсон, Мариуполь, Задорожье. Сюда к нам. Крым наш. А мы уже, кстати, я с ним что-то там подписываем. Кстати, да, если вы не слышали, можете посмотреть там что-то. Вот, да. И все, Россия у себя живет. Мы у себя. Мы отстраиваем. Вы будете платить репарации. Ну, как вы все знаете. Поэтому, да, так и будет. Я вот так вот только вижу это. По-другому, но можно ими по-другому порассуждать. Хорошо, Россия забирает все эти земли. Ну, хорошо, забираем. Они садятся на стол переговоров, договорятся об этом. Типа, что хорошо. А нет, все равно. Как-то это глупо. Но все равно. Вы только что сказали. Зеленский забирает все свои земли. Я так понял, это уже его земли. Он маркиз Карабас. Это его земли до 1991 года. Еще раз, еще раз. Плохо. Вы сказали, что Зеленский забирает все свои земли. То есть Крым, Донбасс, Запорожье, Херсон. Свои земли, вы сказали. То есть, получается, это его земли. Он маркиз Карабас? Марскийский Карабас? Что такое марскийский Карабас? Ну, ладно, вы не знаете эту сказку. Это сказка. Кот в сапогах. Там был маркиз Карабас. Его земли были вокруг, да. Я имею в виду, что вы же оккупировали эти земли. И оккупация, это же не есть хорошо. Поэтому, да? А как вы думаете, люди на тех территориях, они с радостью примут возвращение Украины туда? Да, они будут с радостью. Да, у меня есть друзья, которые переехали с Мариуполя. Я думаю, да, они будут... Мне кажется, да, они вернутся туда, где жили. А в Крыму? Да, но только в отстроенных. А в Крыму? В Крыму, да, есть люди, которые... Ну, не все люди, потому что они уже привыкли там жить. Ну, как вы... Все говорят, что это Россия, Крым. Поэтому, да, они уже привыкли. Ну, есть люди, которые уже привыкли жить в России. Так же, как и в Донецке. Кто-то будет за, кто-то будет против. Но все вернется в 1991, мне кажется. Ну, мне так кажется. Я не хочу это прям... Просто я это говорю, как я это вижу. А там посмотрим и видим. Через пару лет увидим. А с несогласными что будете делать? Несогласными ничего не будем делать. Это нормально, что если... Я вот, например, я с кем-то не согласен, а с кем-то согласен, и со мной ничего не буду делать. Потому что это мнение людское. Это нормально, когда есть... Когда есть критика, когда есть оскорбление, когда есть... Кто-то говорит правду, кто-то говорит неправду. Это нормально. Кто-то с кем-то соглашается, а кто-то с кем-то не соглашается. С ними ничего делать не будут. А что с ними? У вас вот на Украине есть такая вот традиция несогласных ставить на колени, зеленкой обливать. Заново, давайте заново. В Украине. Это по какому правилу? По русскому. Вы русский язык хорошо знаете? Русский современный язык, да. Хорошо. Вы русский язык хорошо знаете? Русский? Ну, я на нем общаюсь, да, наверное. Ну, хорошо знаете. Не знаю, как это. Я же не могу определять хорошо, нехорошо. Ну, скажите мне, пожалуйста, я вам просто пару вопросов задам на знание русского языка. Они несложные. Если вы ответите на них, тогда я пойму, что вы... Не буду ответить. Не хочу, надо. Не хочу сразу же. Ну, простой, простой вопрос. Вот скажите мне, пожалуйста, сколько родов русского языка? Не хочу я отвечать. Еще раз говорю. Ну, вот видите, вы не знаете русский язык, а меня пытаются русскому языку учить. Хорошо, хорошо. Это ваше только мнение. Окей. То есть на Украине. Так вот, на Украине есть традиция... Вот видите, вы опять не согласны со своим, с моим мнением, а у меня мнение противоположное. Да, не согласен, потому что вы врете. Правильно говорится не на АВ. По какому правилу? Почему В надо говорить? Скажите мне. Правило Института Виноградова говорится в предлогу В. Скажите, пожалуйста, что определяет это правило? Хорошо, все без проблем. Говорите на Италии, на Россию. Ну, вы же говорите правильно, получается. На Италии, на Россию. Не-не-не-не. Я тоже самое... Правильно как говорит. Подождите, я вам сейчас перечислю. Правильно как говорит. Говорит на Кубе, на Ямайке. На Кубе. На Украине, на Кипре. Вот это правильно. В России, в Германии, в Японии, в Австралии, в Соединенных Штатах. Секунда. На Камчатке, на Кавказе, на России, на Кубе. Это правильно. Я так же могу это сказать. Я могу вас отзеркаливать. Не можете. Камчатка это и есть Россия. Все. Камчатка это и есть Россия. Территория. Полуостров Камчатка. Тогда и на России. Правильно. Тогда и на России. Хорошо, ладно. Я же сказал, я с Соединенных Штатов. Можете говорить на Пиндосе и даже мне по барабану. А как правильно сказать, кстати, на Пиндосе или в Пиндостане? Как правильно будет? Давайте другую тему. Давайте другую тему. Нельзя. Вы задавали там какой-то вопрос. Давайте другую тему. Вот видите. Так вот, на Украине же принято вот с несогласными воевать, знаете, на колени ставить, зеленкой обливать или еще что-то делать, вот нехорошее. Вы врете, вы врете. Людей вот, вот я помню, видео было в Одессе. Тетка приходит в гостиницу, номер взять, снять. К ней обращаются на украинском. Она начинает возмущаться на русском языке. В итоге выставляют это видео в ТикТок или в Ютуб. Поднимается большой хай-вай, тетку чморят, и она потом приносит свои извинения. То есть у вас же принято вот так брать, чморить людей. Ага. Хорошо, это ваше мнение только. Сколько людей, сколько мнений. А что, я прав или я не прав? Смотрите, каждый человек поступает, смотрите, подождите, то, что вы видели в Ютубе или в ТикТоке, да, например, это люди делают, например, да, идет человек, он может кого-то оскорбить. Это же так принято, да, вы посчитаете? Или там идет, например, я видел вас в русском, ну, в Осетии, типа, есть русские видеоролики, да, идет человек, кого-то побил на улице, просто так, типа, прислал к какому-то человеку. А у вас так принято, я же не говорю, что у вас так принято, просто это люди такие были, поэтому, да, люди, люди себя ведут, на самом-то деле, я хотел вам сказать, люди себя ведут хуже, чем животные. Наоборот, животные себя лучше ведут, чем люди. Понятно. Слушайте, а вот мне интересно, а вы с какого города вообще будете? Город Днепр. А я чуть не догадался, блин, вот клоун. Вот у вас вот там самые такие вот, ну, как, говорят, самый упоротый город почему-то на Украине, это Днепр. Боевые, боевые, боевые. Ну, самые упоротые почему-то. Опять же, я не хочу оскорбить никого, но здесь в чат рулетки считается, что самый упоротый это Днепр, я не знаю почему. А что такое, что вы подразумеваете по словам упоротый, это какой? Ну, вот такие, они вот считают себя больше украинцами, чем все остальные такие, русофобы в основном. Я не украинец, я по нации не украинец. А кто вы? Не буду говорить, я по нации не украинец. Вам стыдно? Не манипулируйте, пожалуйста, манипуляции не работают, я это уже проходил, поэтому... Вот я еврей, например. Вы же не первый столетик, поэтому манипуляции проходят. Я еврей, например. Русский в душе, украинец по жене. Я не стесняюсь этого. Так и я не стесняюсь, просто не манипулируйте, вот и все. Сейчас вы скажете, так, а почему ты тогда не говоришь, если ты не стесняешься? Ну, на мне манипуляции не работают. Так, я вообще ничего не сказал. Я вас просто спросил, какой вы националист. Может, мы... Я вас читаю уже как... Я вас уже читаю как гнилу. Я же не с первым... Вы же не первый человек в моей жизни. И не второй. Да ладно, вы уже тут такие заявления. Ты у меня не первый, знаете, это как-то звучит. Двояко, двояко. Вот, поэтому, да. Ну, ладненько, слушайте. Удачи вам. Да, давайте, всего доброго. Чтобы... Давайте, вам тоже. Что вот я одно хочу пожелать. Чтобы вы остались живы и здоровы. И вот семья ваша была хорошо. Ой, спасибо. Вашими молитвами. Только вашими молитвами. Вашими молитвами. Если вы будете молиться... Не-не, подождите. Молиться я не буду. Я сразу говорю, не обещаю. Но я хочу, чтобы у вас было все хорошо. Чтобы вы не желали другим плохого. И тогда, знаете, желай добро. Делай добро. И оно к тебе вернется добром. Всему миру будь доброти. Всему миру будь доброти. Мне никто не звонит и не просит о помощи. Мне никто не звонит и не просит о помощи. Мое сердце кричит о добре. Мое сердце кричит о добре. Как бы вы ни хотели. Как бы вы ни хотели. Я буду менять этот мир. Всему миру будь доброти. Всему миру будь доброти. Как бы вы ни хотели. Я буду менять этот мир. Бам. Удачи вам. Всего доброго. Всего. Вот, ребята, Дневр. У меня там дождь пошел. Так что, если вдруг шум какой-то. Это у меня дождь сильный пошел. Давайте, ребята, удачи. Вот вам, пожалуйста, Днепрянин, знаете. А до этого, кстати, я с ним один раз встречался. У нас там он просто на маты зашел. Здесь он просто вначале, кажется, не оттуплился слегка. И жители Днепропетровска там, и кто-то еще. То есть не подумайте, ничего плохого не хотел сказать. Действительно бытует такое мнение, что Днепр, опять же, за что купил, за то и продаю. Самый упоротый. Не воспримите как оскорбление. Вот просто такое мнение бытует. Исправляйтесь. Дядь, добавить бы надо. От мертвого осла уши получишь у Пушкина. До свидания, дефективный.